Продолжение следует... Привет всем. Для начала хотел бы спросить, много ли среди вас дизайнеров? Поднимите руки, пожалуйста. А программистов? Понятно. Но на самом деле мой доклад будет интересен как дизайнерам, так и программистам. Программисты могут передать своим дизайнерам, которые работают, зачем это... Суть моего доклада, так скажем. Стараюсь ответить на самый главный вопрос, который поднимается уже, наверное, сколько я себя помню дизайнером. Должен ли дизайнер программировать? Для начала расскажу немного обо мне. Я продуктовый дизайнер, как это говорят здесь в России. На самом деле мне кажется, что это неверная калька с русского, с английского product designer. И в прилагательном оно вообще не звучит. Я закончил информационную систему политеха. Политех рулит. Видите, как я... Особенно круто это сказать с главной сцены ВГУ. А в 2007 году я работал, строился в Siemens, работал с саб-консультантом. А, про политех забыл. На информационных системах, не знаю, кто их знает, нет. Нас учили немного программировать, но совсем немного. Так, чтобы я вот прям забыл сразу после окончания. Вот. И этому еще помогла моя работа в Siemens, которая совсем была не связана с программированием. И после Siemens, после трех лет в Siemens у меня был год, я учился в Израиле. Учился немного фотографированию, дизайну и в Риту. И потом я, приехав в Воронеж обратно в 2010 году, я устроился работать в мануфактуру. Устроился, прямо сказать, по блату. Я знал обоих основателей и меня взяли, ну, ты вроде там умеешь что-то в фотошопе. Мы тебя научим дизайн. В 2010-м о дизайне я не знал почти ничего. За два года я прокачался настолько, насколько мне я смог устроиться в DataArt. Отличная контора, всем советую. Супер проекты международного уровня. И в 2015-м году, в феврале, я переехал в Лондон. Ну, примерно так. Ах, ничего не видно, да? Ну, ладно. А Libara, я работаю в компании Libara. Libara – это Mobile Virtual Network Operator. Здесь, похоже, занимается Yota. То есть у нас нет своих базовых станций. Мы используем базовые станции чужих компаний. Например, в Лондоне мы используем Vodafone. По всей UK даже. И компания, у них очень узконаправленные пользователи. В основном это мигранты. Мигранты, как говорит наш основатель компании, мигранты – это неплохое слово на самом деле. Главные пользователи нашей сотовой сети – это студенты, туристы и профессионалы, как высококвалифицированные профессионалы, так и вообще неквалифицированные профессионалы, так как строители и, ну, разнорабочие. Еще у Libara есть вот такие супермагазинчики. Да. Вот. Да. Я когда говорю, что я работаю в Лондоне в Libara, все думают, наверное, вот так вот. Но это не так. Это называется так называемый корнершоп. Буквально переводится как магазин за углом. Там можно купить продукты, можно купить сим-карты, можно пополнить счет. Вот. И немного… Можно еще раз следующий. И немного о нашей product team, в которой я работаю. Мы занимаемся разработкой приложений. В данный момент я занимаюсь разработкой приложений для… Я ее называю сим-карт компейнен. То есть вы можете установить приложение, посмотреть остаток на счету, пополнить баланс, посмотреть активити, как вы тратите, сколько осталось, дейта план и прочее. Наша команда состоит из 12 человек. И вот точками я указал, откуда мы все приехали. Аргентина, Индия, Китай, Испания, Украина, Нидерланды, Польша и Россия. И все это на 12 человек. А сама компания, в ней порядка 40 национальностей. И мы четвертый год подряд занимаем Diversity Award в Лондоне. Что очень круто. Что-то вообще не работает. Вот. Перейдем к главному вопросу. И мне кажется, единственный ответ на него вот такой. Но это если коротко. Вот. А на самом деле зачем дизайнеру программировать? Мне кажется, что я как два с половиной года работаю в продакт-команде. До этого я работал в, так сказать, на аутсорсе. Вот. И я как бы сделал свою часть работы, нарисовал дизайн, отдал программистам и гореанил все огнем. Вот. Но в продакт-команде такой фокус не удастся. То есть ты находишься в постоянной связи с разработчиками, с QA, с продакт-менеджерами. И у тебя есть как бы ответственность за продукт в целом. И ты его должен довести до ума и до разработки, и дальше до QA. И как бы бывают такие моменты, когда вот ты нарисовал дизайн, да, он все там просто офигенный, просто супер. Вот. Отдаешь это девелоперам, а они такие, так, и что это, как это все должно работать? Вот. Ну, это все можно решить постоянным общением между дизайнером и программистом. Но, окей, ты нарисовал отдельные артборды в скетч, передал это дизайн, девелоперу, вроде все нормально, до этого согласовал. И они такие, так, а как мы сделаем переходы? Вот. И тут ты такой, ой, черт, переходы же еще. Вот. Ну, и можно как бы сказать, ну, там сделай как-нибудь. Либо можно сказать, ну, вот, вот там будет, короче, выпадашка такая, а потом вот там бабац, тут забледняшка, и шрифт поменяется. Они такие сидят, ага, мы все поняли. Вот. Ну, на самом деле, конечно, ничего не понятно. Вот. Вот примерно вот так вот, да. Это обычно вот дизайнер показывает, как работает, но это вот дизайнер общается с программистом. На самом деле. Вот. Поэтому я всем предлагаю изучать фреймер. Сейчас я расскажу, и этому посвящен мой доклад. Я расскажу, что такое фреймер. Фреймер – это такое приложение, которое, на основе которого лежит CoffeeScript, который отлично компилируется в JavaScript. И вы можете как бы общаться на одном языке с программистом. Вот. И чем он хорош для дизайнера? Тем, что он очень простой. Сейчас я покажу, почему. И небольшое такое промо-видео. С вами был Игорь Негода. По-дcellу, оныхает. Это такое устройство. Здесь уже красиво. Она сидит, а потом разбираем, чего она。。 수도 есть. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Спасибо. На самом деле мне как бы фреймер вообще не платит, и я никак не связан с ними, так что это вообще не реклама. Вот. Короче, фреймер. Так вот выглядит часть фреймера, которая дизайн-мод. Они добавили это буквально 4 месяца назад. Вот. Если раньше можно было просто импортировать ваш дизайн в фреймер из скетч, фотошоп или фигмы, и он сразу импортировался в код, и дальше вы уже там с ним могли делать все, что угодно, то теперь можно нарисовать все непосредственно в дизайн-мод и дальше перейти в код и там делать все, что угодно. Такой своеобразный скетч внутри фреймера. Вот так вот выглядит код. То есть ничего обычного. Все то же самое, что в коде. Но надо сказать, что синтаксис намного-намного проще. Вот я вообще как полный ламер смог разобраться в фреймере буквально за пару дней, так скажем. Справа у вас превью непосредственно на iPhone, например, или на Android, или Apple Watch, или обычный Canvas, или вы делаете веб-сайт, тоже можно все сделать. Еще большой плюс, что ничего не надо компилировать. Вы что-то поменяли, и сразу все поменялось на превью. Вы сразу видите все ваши изменения. Не надо никаких запариваться, что такое интеджер, что такое float. Не помню, что еще там было. Просто пишите number равно и номер, и если это целое, если это float, точка, там все что угодно. Array, циклы, boolean, все это есть, все работает. Вот, кстати, да, объявление переменных. Пишите number равно число, string равно в кавычках, boolean, true, false. Все работает. Создание слоя. Просто пишите layer равно new layer, и дальше указываете параметры. Можно даже без параметров. Он автоматически где-то там создастся. Вы его можете перетащить прямо на превью, и значение слева в коде все поменяется. Вот, например, это пример, как можно поменять в design mode заливку на градиент, и он автоматически поменяется в коде. И сейчас я покажу пару примеров, которые можно сделать во фреймере. Вы просто представьте, как вы это все передаете. Например, вы дизайнер. Я понимаю, что тут все программисты, но если вы дизайнер, представьте, приходит к вам дизайнер и говорит, ну там, короче, надо вот, мы вот пишем, потом там буб такой, и вот, и разный цвет, вот. А представьте, если он вам придет и покажет код, и вы такие сможете его прочитать, вот, вы, наверное, сразу зауважаете такого дизайнера, правда? Ну, меня вот зауважали, когда я к девелоперам пришел своим и показал эти примеры. Вот отличный пример. Знакомый дизайнер из Лондона переходил из одной компании в другую. На самом деле вот это все нарисовано с помощью вот этих обычных прямоугольников и повернуто в изометрию в самом коде. А вот этот вот отличный фон, это просто с помощью маски такой длинный прямоугольник просто проматывается и все. Никакого rocket science. Вот это мой пример. Я его использовал, чтобы показать девелоперам, как должна работать анимация на экране контакта. Также поддерживается все, что угодно. Гироскоп, 3D-тач, GPS, камера. Все возможности телефона с помощью HTML API, насколько я понимаю. На самом деле вот этот вот код, буквально три строчки кода. И я больше времени провозился, тыкая в свой телефон, а потом меняя параметры в самом коде, во фреймере, чтобы подогнать, чтобы он работал вот прям так же, как он работает на телефоне. Вот еще один пример работы с гироскопом. Тоже делал приложение, не приложение, делал похожий пример для работы с гироскопом. Очень просто, реально в одну строчку. Я просто так рассказываю, потому что, ну я понимаю, тут мало дизайнеров, но дизайнерам надо, им страшно, когда они вот видят черный экран и какие-то строчки кода, они все сразу пропадают, все желание и все. На самом деле можно открыть любой из этих примеров, посмотреть, как оно работает, поменять буквально пару значений и такое, о, можно же вот так вот еще сделать. Например, еще параллакс скроллинг, тоже все просто. Меняются разные значения скорости и все. Можно сделать вот такую даже игрушку, но если у вас очень много свободного времени. Можно сделать вообще все приложение, но я бы не советовал, я бы, не знаю, посоветовал делать только какие-то небольшие прототипы. Теперь еще Firebase. Знаете, что такое Firebase? Ну это, как бы я ее использую для фреймера как базу данных в основном. Вы можете передавать любые данные в базу данных в облако и также считывать их и синхронизировать. Для чего это может быть полезно? Например, вы создаете один прототип и открыли вот еще второй прототип. Меняете на одном значении, они тут же обновляются на другом. Также можно сделать, если два компьютера, ну это вот как бы на одном компьютере, а так два компьютера. На одном меняете значение, они меняются на другом. Вот еще один пример. Подключается, вот суперссылка на GitHub, товарищ написал модуль для доступа к Firebase. Тоже подключается все, буквально одна строчка кода. Еще там секрет пароль надо сгенерировать, вставить это во фреймер и все заработает. Также можно данные JSON парсить. Вот тоже мой прототип делал для, когда пытался устроиться на работу, на другую работу. Меня вот не взяли, но прототип остался. Передаются данные в Firebase, потом считаются проценты и обратно процентами уже обновление какой-то скрин. И вот можно посмотреть, 140 человек проголосовало за фреймер. Так же сделал, что если ты обновил страницу, то будет написано, а, чувак, ты уже голосовал, никаких тебе. Вот знакомый сделал чат. Можно подключиться, посмотреть, кто из дизайнеров там что писал. Вот, очень интересный такой проект. Этот же знакомый сделал, можно подключить API Spotify. Знаете, что такое Spotify? Это как Яндекс.Музыка, только круче. Вот, можно подключить. У многих сервисов есть открытый API. Можете подключить, например, Spotify. Можно подключиться, скачать оттуда, не скачать, по запросу будут данные, картинка, сама музыка будет. И он это сделал, интерактивный прототип типа а-ля Google Wear и прототип для Google Wear и для телефона. Вот, так же это вообще вот просто вышка, вот этот BB-дрон через фреймер, через Node.js, через Bluetooth. Каким-то магическим образом, я точно не знаю, как, но он подключил его. И с телефона через прототип можно было управлять дроном, можно было изменять цвет подсветки. И все это в реальном времени. Теперь будет еще пару ссылочек полезных для тех, кто решил все-таки, что это хорошая вещь и надо учиться. Самая отличная документация по фреймеру вы можете найти на самом сайте фреймера. И также официальная Facebook группа, Facebook Framer.js. Там вы можете задать любой вопрос, даже самый дурацкий, который можно прочитать по первой ссылке, можно задать на второй. И либо сами разработчики фреймера вам ответят, либо такие же дизайнеры, как я, постоянно сидят и отвечают на такие вопросы. Можно купить такую книгу, фреймер-бук, уже вышло второе издание, тоже довольно периодично обновляется, где-то раз в год. Там сделано в формате iBooks и интерактивные примеры, и все можно прокликать и тут же просто copy-paste, там скопировать, вставить во фреймере и протестировать, как это будет работать. Также YouTube. Сейчас сами разработчики фреймера начали выпускать для самых-самых начинающих дизайнеров небольшие ролики о том, как объявлять переменные, как работают циклы, массивы. Может быть интересно. Также я как участник лондонских метапов по фреймеру, которые начались где-то два года назад. Начались они из 20 человек, сейчас 250 человек. Собираемся примерно раз в два-три месяца. Приходят разные люди, как совсем начинающие, так и прям прошаренные мастера. Презентовывают свои последние прототипы, показывают, как оно все должно, показывают код исходный. А, да, забыл сказать. Любой фреймер-прототип, который вы можете посмотреть, его можно скачать и открыть у себя в приложении и посмотреть, как он работает. То есть вы можете, не знаю, посмотреть, например, дизайн-команда Uber сделал почти полностью рабочее приложение с помощью фреймера. Его можно скачать, скорее всего, на дрибле и посмотреть, как оно работает, как работает анимация. И, да, еще вот такая вот. Я вчера написал в фреймерах, сказал, говорю, ребята, я буду выступать тут на Воронеже, на Google Дефесте. Вот, будет много дизайнеров. Вот, они такие, о, клево, давай мы им 20% скидки дадим. Вот, можете сделать фотографию, фреймер Деффест, 20% скидки на годовую подписку. Вот, ну, я, наверное, слишком быстро все рассказал. Вот, и можно задавать вопросы. Можно вопрос? Спасибо за доклад. А вопрос такой, какой сложности приложения вообще можно написать на фреймере? Ну, или какое самое сложное приложение, вы знаете, что было написано на нем? И нужно ли переписывать код, что-то менять при переходе с одной платформы на другую? Там, с iOS и на Android, все такое. Отличный вопрос. Написать, ну, так как это язык программирования, то написать на нем можно вообще все, что угодно. Да, как в анекдоте про два маркера, которым раскрасить можно все, что угодно. Вот. Вот, но здесь встает вопрос, насколько это надо. Вот, потому что, ну, вы можете его запустить на, через эмулятор, либо через ссылку на любом телефоне или на компьютере, да. Его, так как это прототип, он, ну, фреймер, он как бы заточен для прототипирования. То есть что-то вам протестировать, например, с реальными пользователями, да. Например, вы сделали две версии навигации, и вы хотите как бы убедить вашего начальника или, ну, протестировать на реальных людях, да. Вот. Подключить можно реальные данные с API, так как вот, как со Spotify, да. И это будет прям вполне рабочее приложение, но, как бы, это, во-первых, не нужно, потому что, ну, я не девелопер, и другие дизайнеры тоже не девелоперы, и мы, как бы, не будем отбирать у них хлеб. Вот. Ну, вы просто можете прийти с этим приложением, с кодом к вашим разработчикам, показать, и они, например, анимации, там, например, параметры анимации, да. Вы потратили там два часа, чтобы они работали очень плавно, очень там вылетало все, да. И девелоперы просто возьмут эти все данные и вставят там Android Studio или Xcode, да. И для них это намного упростит задачу. Они не будут вам каждые пять минут подходить, показывать. Вот смотри, я вот тут вот поменял на вот столько, вот так нормально будет. Вот. Вы просто дадите им код, и они сами посмотрят, и там как-то переделают, да. Потому что, ну, код и код. Как-то можно. А, платформу, ну, опять же, это зависит, как бы, так как здесь это компилируется в JavaScript, да. То есть это не Java, это не, не знаю, Swift, да. Но параметры, например, они будут одинаковые, да. Ну, они называются по-другому, да, в Swift и в Android Studio. Вот. Но это уже, как бы, вы отдаете разработчикам, и они уже там сами переделают. Ну, в идеале. Спасибо за доклад. И у меня такой вопрос из личного опыта. Когда я устраивался на свою текущую работу, у меня, как бы, специальность была технический дизайнер. То есть я и дизайнил интерфейс, и его сразу программировал. Сейчас наша компания перешла на такой уровень, что есть отдельно дизайнеры, которые чисто дизайнят. Есть программисты, есть FX-специалисты, которые продумывают анимации, все переходы, как это будет работать. И также есть еще UX-отдел, который это все смотрит со стороны пользователя. Вот как вы смотрите именно на такой уровень разработки? То есть не когда программист и дизайнер там что-то вместе делают, а именно через несколько человек, которые каждый знает свое дело лучше, чем кто-то другой, и знает, как это сделать так, чтобы было и приятнее пользователю, и конечный продукт выглядел лучше, чем как-то в совместном совмещении. Этих действий в одном человеке. Спасибо. Да, я считаю, что это прям как бы идеальный вариант. Но вот как вы сами сказали, когда вы пришли, вы были как бы один дизайнер на все руки, мастер на все руки, да? И надо сказать, в Лондоне тоже очень часто ищут мастер на все руки. Вот, но как бы, ну, мне кажется, что если вы узкоспециализированный дизайнер, например, вы только UX или вы только интерактивный дизайнер, вы как бы, ну, я вот, я могу нарисовать, да, могу немного что-то запрограммировать в фреймере, но я как бы потрачу на это очень много времени, потому что, ну, я не программист и не интерактивный дизайнер, вот, ну, отчасти. Вот, ну, я считаю, что если есть время и деньги у компании, да, то лучше нанять разных дизайнеров. Но как бы я почему агитирую дизайнеров учить код, чтобы общаться с программистами на одном языке? Вот, ну, не прям на супер одном языке, но хотя бы понимать их боли и страдания, да, и говорить, ну, ты вот, ну, ты же можно там сделать. Вот у Google, смотри, вот так вот сделано. Можно даже потом найти какой-нибудь прототип, его немного поменять и показать. Вот, смотри, если я сделал, да, то ты точно можешь сделать. У меня пару раз было так. Я показывал, говорю, ну, если я сделал, ну, что ты мне лепишь, то ты не можешь сделать. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Но это вообще не про тех дизайнеров, наверное, которые любят сначала на листочке, там, или на планшете, а потом переносить. Я правильно понимаю? Да нет. Ну, как бы… Так, это функциональность есть? Я тоже люблю на листочке сначала. Но функциональность такая вот во фреймере есть, что можно взять свой скетч какой-то, вот, в реальности сделанный, в аналоге. Да. И что-то из него сделать. Ну, есть импорт, да, есть импорт из скетч. Вы можете там отдельные слои импортировать или вообще полностью взять артборд, да, и сымпортировать. И там уже, как бы, у вас есть финальный утвержденный дизайн, и вам его интересно как-то заанимировать, да. Вы просто берете и импорт выбираете, и потом уже анимируете в фреймере. Понятно. Хорошо, спасибо. Не за что. Спасибо за доклад. Вопрос коротенький, в принципе. Под какую платформу все это работает? Я имею в виду само приложение. Да, само приложение только под Mac. А вообще есть средства для дизайнеров наподобие вот скетч или наподобие фреймера под там Linux, например, или под Windows в крайнем случае? Ну, как бы это все на выходе у вас будет такая специальная папочка, в котором просто HTML файлы и куча других файлов. Вот, то есть в итоге это обычный там JavaScript, насколько я понимаю. Вот, и можно его… Ну, я как бы знаю людей, которые берут, не знаю, Atom, да, Atom же есть такой редактор. Вот, берут в Atom все делают и потом просто как-то компилируют. Вот, но я не специалист. Понял, спасибо. Спасибо.